Ну а мы с вами поговорим еще немного о военно-политической обстановке, которая происходит в мире, вокруг Украины и в нашей стране. Ну, надо отметить, что закончился саммит G7, видите, он был чуть дольше, сегодня он закончился. Много было заявлений, все они для нас позитивны. Я так понимаю, что главный итог саммита, на мой взгляд, состоит в том, что сняты все разногласия, согласованы все вопросы по поддержке Украины, по передаче нам техники и вооружения, видите, истребительная коалиция состоялась, она расширилась, Канада еще будет готовить нам пилотов. И что скоро передадут, начнут определяться, кто сколько и каких самолетов нам передаст. Я так понимаю, что это будут не только F-16, ну вот так мне видится, судя по такому разнообразию стран, принимающих участие в истребительной коалиции. Вот. Сняты все вопросы по поводу применения сил обороны. Нас попросили не применять западное оружие по территории Российской Федерации. Вот. Ну а как бы наше отечественное вооружение и советское, которое Россия считает Советский Союз своим прародителем и стремится вернуться в него опять назад в Савок, я думаю, что вполне бы допустимо. Четко очерчены контуры нашей перемоги в этой войне. То есть Большая Семерка уже озвучивает, с Леной Большой Семерки уже озвучивает, что как выглядеть должна победа в этой войне. Это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в границах 91-го года. Четко дали понять, что по территории Украины, а Крым это Украина, напоминаю, мы можем применять любое вооружение с целью ее освобождения этой территории от оккупантов или захватчиков. Вот, поэтому, что Крым это Украина, напомнили, Донбасс это Украина, так что границы 91-го года здесь западное вооружение, ну а дальше все кроме западного вооружения. Вот так вот, вот так было определено. Так что саммит прошел, на мой взгляд, очень позитивно, поддержка нам полная. Кстати, она распространяется и на 2024 год, они уже начинаются с план верстать по поддержке и помощи Украины. А еще было очень интересно, что все за счет России. Все восстановления, репарации, все убытки, я так понимаю, не только для Украины, но и других стран. Так что России сейчас будут предъявлять счета очень многие. Также на полях саммита было сделано очень много интересных заявлений. Например, Риши Сунак, это премьер-министр Великобритании, сделал заявление о том, что Китай это самый большой вызов мировой безопасности на сегодняшний день. Он отметил, что в своем выступлении, что Большая Семерка будет предпринимать меры, чтобы помешать Китаю использовать экономическое принуждение для вмешательства в суверенные дела других. Других, имеется в виду других стран. Так что, видите, не только решались вопросы на европейском континенте, но и рассматривались вопросы глобальные и азиатских, азиатского региона в том числе. Далее очень интересное заявление прозвучало из Еревана. Его сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сказал, что, цитата, Мнение международного сообщества все больше склоняется к тому, что Армения и Азербайджан должны без оговорок признать территориальную целостность друг друга. Соответственно, и между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при гарантиях безопасности для армянского населения, заявил премьер Никол Пашинян. Вот так вот, видите, возможно еще один, как только нет вмешательства Российской Федерации, так сразу можно договориться о мире и сосуществовании на приемлемых для обоих стран условиях. Главное, чтобы не вмешивалась Россия. Там, где Россия, там кровь, война и раздор. Вот такое вот интересное заявление. Так что, ну, наверное, можно поздравить Азербайджан, что они выходят на финишную прямую. Ну и Армению тоже, потому что этот вооруженный конфликт длится уже больше 30 лет. В 92-93 год была первая армяно-азербайджанская война. А теперь на справедливых, я считаю, условиях, как и говорилось, в границах 91-го года те страны, те республики, которые входили в состав Советского Союза, стали независимыми государствами. Есть шанс на подписание мирного договора и, наконец-то, закрытие Нагорного вопроса, Нагорного Карабаха. Да, еще очень немаловажная деталь, надо выпроводить оттуда вот этих российских, так называемых, миротворцев. Иначе там мира не будет. Следующая, очень интересная, из Брюсселя пришла новость. Вот это, к слову, о чем, то, что я в самом начале сказал, что есть уже, как бы, международное признание, что такое рашизм. Так вот, парламентская ассамблея НАТО осудила рашизм и включила этот термин в свою резолюцию. То есть, это уже официально. Рашизм был признан идеологией и политикой путинского режима. Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, а режим в России рашизмом. Делегация, об этом сообщила делегация Украины в парламентской ассамблее НАТО. Очень, очень немаловажная деталь, я обращаю ваше внимание, что единогласно, это ключевое слово. То есть, Венгрия голосовала за рапризнание геноцидом и за военные преступления России, совершаемые в Украине. И за то, что российский режим сегодняшний является расшизмом, то есть, разновидностью фашизма, русского фашизма. Вот такая вот интересная деталь. Это, к слову, о том, что я вам говорил, что есть рычаги влияния даже на таких строптивых политиков, как Виктор Орбан. Я имею ввиду премьер-министра Венгрии. Все равно голосует так же, как и все здравомыслящие люди в этой организации. Ну, видите, не успел еще разъехаться саммит «Большая семерка», не успел, как говорят, высохнуть краска на страницах газет, которые сообщили нам новости о том, что истребительная коалиция готова, что самолеты дадут, США не возражают, все будут готовить нам пилотов. И что в ближайший месяц-два определятся, кто, сколько, каких самолетов нам даст. Подготовку пилотов обещали начать где-то в ближайшие одну-две недели. И к сентябрю уже нарисовались контуры, что мы можем увидеть в нашем небе западную авиацию. Как раз и появляется заявление Жозе Борреля, главного дипломата Европейского Союза, который говорит такую простую фразу в одной из своих выступлений, говорит, что тренировки украинских пилотов на самолетах С-16 уже начались. То есть процесс начинает, видите, по мере своего решения процесс начинает ускоряться. Я вам говорил на днях, что очень напоминает вот эту вот эпопею танковой коалиции, помните, да? В результате, когда было принято решение о передаче нам танков, первый танк чуть ли уже не стоял на границе Украины. И готовый был войти, быть переправлен через эту границу. Так что, я думаю, что точно так же и здесь. Видите, окажется, уже начались подготовки, тренировки наших пилотов. Поэтому я не оставляю все-таки надежды, что как только начнется контрнаступление, в небе над нашими войсками могут появиться западные самолеты. Какие там будут пилоты, трудно сказать. Я имею в виду воины интернационального легиона или это будут наши пилоты. Я думаю, что может быть и так, и так. 50 на 50. Ну, тем не менее. Далее. Очередной шантаж со стороны Российской Федерации. Опять Россия пытается напомнить о себе. Очередной блэкаут произошел на Запорожской атомной станции. То есть, обстреляна была линия электропередач высокобольтная и автоматика отключила питание. В результате обстрела было отключено внешнее питание Запорожской атомной электростанции. Ну, вы знаете, что такие объекты не могут. Это уже, видите, даже сбились со счета, какой там блэкаут, когда все потухло. И вынуждены были, российские оккупационные власти были вынуждены перейти на автономное питание. Были запущены дизель-генераторы на станции. Вот. И неизвестно, ну, как бы, насколько там осталось. Мы не знаем, насколько там запаса топлива. Я что-то очень сомневаюсь, что же могут, ну, пополняют этот запас топлива. Тем более, что они используют постоянно станцию в качестве ядерного шантажа. Вот. Но, тем не менее, последняя информация, буквально она появилась перед началом записи этого видеоролика, что все восстановили, дизель-генераторы заглушены, внешнее питание станции восстановлено, поэтому реакторы продолжают обеспечивать, все процессы в реакторах продолжают обеспечиваться в рамках ядерной безопасности. Но, тем не менее, видите, такой неординарный выпад со стороны российского оккупационного режима. Ну, и вишенка на торте сегодняшнего дня. Это события в Белгородской области. События разворачиваются очень стремительно. Обстановка меняется чуть ли не каждый час, если не быстрее. Что произошло? Сегодня рано утром в Белгородской области начались боевые действия. Начали их Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус. Два вот этих формирования, которые объявили о том, что они начинают освобождение Российской Федерации от путинского режима. Ну, я... В принципе, все прогнозируемо, все предсказуемо. Вспомните первые месяцы войны, когда многие говорили, я в том числе говорил, что все закончится гражданской войной. Может закончиться гражданской войной в Российской Федерации. Вот она, пожалуйста, вам гражданская война в Российской Федерации. Русские освобождают... Россияне освобождают Российскую Федерацию от путинского режима. Чем не 917 год? И события развиваются стремительно. Начали они с КПП в районе Гайворона. Потом стали продвигаться в направлении Белгорода. Сейчас последняя информация, которую я успел получить перед началом записи, это бои идут за город Гайворон. И бои идут в населенный пункт Горападол. Сначала никто не хотел признавать, я имею ввиду из российского руководства, никто не хотел признавать факта вооруженного противостояния. Потом, когда уже были задействованы танки со стороны Легиона Свобода России, они не пешком туда пошли, на тяжелая бронетехника, танки, появились в небе вертолеты. Тогда уже началось экстренное заседание, губернатор собрал в Белгородской области. Тогда уже мы видели видео мчащихся колонна, на сумасшедшей скорости колонна автобусов. Началась эвакуация в Белгороде, звучит воздушная тревога. Ну и бои уже докатились до Гайворона. Сейчас, на данный момент, объявлена радиационная Белгородская область Белгородской народной республикой. Ну, кстати, все о чем говорил Путин. Помните, Донецкая народная, Луганская народная, Харьковская народная. А вот тут, бах, и Белгородская народная республика. Дальше может быть Брянская, Курская народные республики, еще какие-то. Они поднимают флаг этой республики, и они называют это флагом свободной России. И боевые действия продолжаются. Так вот, руководство Белгородской области объявило о повышенной степени ядерной опасности. Дело в том, что в Белгородской области, в четырех километрах от населенного пункта Гайвора, в котором уже практически он зачищен легионом свободы России от путинских оккупантов, есть база хранения ядерного оружия России. Это верифицированное место, и это самая крупная база, на которой находится тактическое ядерное оружие. Именно по тактическому ядерному оружию, самая крупная. Там в основном боеприпасы 203-миллиметровые, это пион, для пушка-галбица пион, и боеприпасы 240-миллиметровые, это миномет Тюльпан. Вот такая вот, так что я так понимаю, что за нее бои тоже могут произойти, причем в ближайшие часы, она может перейти под контроль подразделений легиона «Свободная Россия». Также, я так понимаю, они будут сейчас формировать местные советы, и, соответственно, дальше организовывать. Они обратились к жителям приграничных территорий Российской Федерации, непосредственно примыкающей к границе Украины. Обращение называется «Свобода уже близко». Попросили людей не вмешиваться в военный процесс, не подвергать себя опасности. Да, вот еще одно сообщение, буквально сообщение о том, что на сторону легиона «Свободная Россия» переходят военнослужащие, мобилизованные военнослужащие одной из войских частей Белгородской области. Ну что ж, этого и следовало ожидать. В 1917 году царь отрекался от престола, именно когда мобилизованные сказали «наплевать, наплевать, надоело воевать». Вот такая вот вишенка на торте. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Я вам скажу так, что... А, очень интересный нюанс, что Путину доложили. Я посмотрел заявление Пескова, Песков сказал, что Путину доложили, и это было аж 15.40 по Москве, по московскому времени. То есть, сразу же «Ура, патриоты» или «Зет-патриоты» путинские начали зубоскалить в социальных сетях, что если бы Путин пользовался интернетом, то он бы узнал об этом еще в 6 утра, когда с рассветом, когда первые выстрелы прозвучали в районе КПП, на государственной границе. А так ему доложили только аж после обеда. Вот как Путин заботится о безопасности России. На себе это он заботится, конечно же. В бункере оно безопасно, и в бункере ничего не слышно. Ни воздушной тревоги, ни разрывов бомб или снарядов. И, кстати, да, еще один миф рухнул, миф этой войны. Но это даже, наверное, не столько миф войны, а миф о самой путинской России. Пограмм войска ФСБ России оказались вообще не боеспособны. Вообще. Полтора года уже почти идет, точнее, 15 месяцев идет массированное вооруженное вторжение против Украины, Российской Федерации. У них даже окопов не было. Они несут службу, как когда-то по старинке шаляй-валяй. Поэтому им даже негде было укрыться и принять бой. Вот такие вот погранвойска. То есть граница Российской Федерации. Кстати, это дает ответ на вопрос и пояснение, почему в Курской и Брянской области появился спецназ ГРУ Министерства обороны России. Именно потому что, видите, они ставили сдачу контрдиверсионной деятельности. Понятно, что они диверсионную будут пытаться проводить на нашей территории. Но все-таки, видимо, контрдиверсионная деятельность тоже. Потому что, видимо, военные понимают, что пограничники не вояки. Что граница открытая, дырявая, как решето. Заходи, кто хочет, как говорят у нас в Одессе. Заходи, кто хочет, бери, что хочет. Вот так, все нараспашку и ничего не закрыто. Вот такая военно-политическая обстановка. Будем следить за развитием. Я скажу так, что кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Вот Россия захотела войны, она ее получила. Они думали, они будут ее экспортировать, а получилось, что война импортируется. То есть война пришла на территорию Российской Федерации. Поэтому я в данном случае на стороне Легиона Свободы России и Российского Добровольческого Корпуса. Удачи, у вас есть шанс построить новое нормальное государство на той территории, на которой вы проживаете. Ну а уже как нам быть дальше, мы разберемся. Разберемся.